Помните старый боевик 1988 года с Джеймсом Белушей и Арнольдом Шварценеггером «Красная жара»? В нем герой Анри, советский милиционер Иван Данко, стрелял из очень странного огромного пистолета. Советское оружие в представлении голливудских творцов вызывало удивление и уважение своими размерами. Однако что же это за пистолет такой был? Ответ на последнюю часть вопроса должен быть очевиден. Пистолет «Подбырино», а именно так называлось оружие Ивана Данко, никто и нигде больше не видел, потому что такого пистолета никогда не существовало в природе. Оружие было заказано командой по реквизиту специально для съемок боевика у оружейной мастерской Тима Ла Франца из Сан-Франциско. Все потому, что режиссер картины Уолтер Хилл хотел, чтобы советский милиционер орудовал по-настоящему впечатляющим пистолетом. Хиллу при этом очень нравились немецкие Вальтер П-38, а потому он хотел вооружить Данко чем-то подобным, только больше и солидней. Мастерская Тима Ла Франца на тот момент уже не первый год работала на Голливуд, создавая киношные образцы оружия. Для создания пистолета подбырина в качестве основы был выбран хорошо известный американо-израильский пистолет Desert Eagle в модификации Mark 19-44 Magnum под патрон 9 мм. Именно из него и получилось сделать 9,2-мм подбырин пистоль. Куда интереснее то, что после премьеры фильма в американском журнале American Hunt Gunner вышла статья, посвященная оружию из красной жары. Описан там был и исполинский подбырин пистоль. В американском журнале подчеркивалось, что такие пистолеты активно используются МВД и КГБ Советского Союза. Конечно же, ничего общего с действительностью рекламная статья не имела. В материале содержалось огромное количество одиозных фактов, вроде того, что выстрел из подбырина пробивает любую броню американского БТР М113. Там же писалось о том, что пистолет использует сверхмощный патрон 9,2 мм, созданный на базе гильзы под патрон 14,5 на 114 мм. Субтитры создавал DimaTorzok